Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с описанием картин по книге Великий музей Мир Уильям Блейк Новохудоносор 1795-1805 годы Бумага, акварель, цветная печать 54 на 72 Английский художник, поэт, мистик, визионер Уильям Блейк учился в Лондоне в Королевской академии искусств На его становление оказали влияние тенденции национального романтизма Происходившись из очень религиозной семьи, он с раннего детства воспитал себе пиетет перед Библией Образы которой владели им на протяжении всей жизни Создал большое количество оригинальнейших по идеям, композиций, техник и иллюстраций к ней Мир Блейка населен фантастическими персонажами, представленные в исключительных в контексте искусства Рубежа 18-19 веков образов и явлений К Блейку нет параллели в его эпохе Сущности с буйством его фантазии смогут сравниться разве что некоторые творения сюрреалистов В галерее Тейт хранится 175 работ художника Понять картину Блейка можно, зная рассказ о наухо-доносоре библейской книге пророка Даниила По происшествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силой моего могущества и славой моего величия Еще и речь сия была в устах царя, как бы с неба голос Тебе говорят, царь наухо-доносор, царство отошло от тебя Отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями Травой будут кормить тебя, как вола И семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим И дает его, кому хочет В тот час и исполнилось это слово наухо-доносором, и отлучен он был от людей Ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную Так что волосы у него выросли, как у льва, и когти у него, как у птиц Так написано в библейской книге пророка Даниила Через семь лет он поднял глаза к небу, восславил всемогущего И сразу же вернулся к своему прежнему человеческому состоянию Ну вот такое описание нашел в книге Великой музеи мира К работе Уильяма Блейка на выходоносор 1805 год Пока-пока, до свидания